Более 300 тысяч школьников отправятся этим летом в загородные лагеря. В зависимости от типа путевки, часть расходов берет на себя государство. В отдельных случаях доля дотации может достигать и 100%. Впрочем, вариант отдыха выбирают не только по цене. В этом убедилась и наш корреспондент Галина Буро. Чем лучше натяжка палатки, тем она будет крепче стоять. 16-летний Артем Синют опору даст взрослым туристам. В прошлом году участвовал в горном походе в Карпатах, а в этом поедет на первенство Белоруссии по спортивному туризму. Своё лето парень не мыслит без леса, костра и спортивного снаряжения. Школьный палаточный лагерь – удачное сочетание отдыха и тренировок. Во-первых, на свежем воздухе время проводишь, не дома. Плюс это неплохая подготовка к дальнейшим соревнованиям. Как родители относятся? Родители всегда согласны. Главное, чтобы дома не сидел. Это и есть школа выживания. Потому что здесь дети учатся и разжигать костер, готовить еду, сами нарезают на стол, учатся многим-многим тем бытовым навыкам, которые дома они не делают. Они также учат детей быть не просто спортивными, они учат их жить. Сегодня на обед солянка с макаронами и картошкой. Кстати, если посчитать, то паёк на один день обходит с родителям школьников всего около трёх рублей. Выгодно, а на природе особенно вкусно. Этим летом 300 тысяч белорусских школьников отправятся в детские лагеря. Средняя стоимость путёвки – около 400 рублей. Но родителям не придётся сильно потратиться. Большую часть, а иногда и полную стоимость оплачивает государство. В этом году доля дотации увеличена на 9%. А вот ученик Гродненской школы Вадим Корецкий этим летом в лагерь не попал. Но он точно знает, что и в городе найдёт себе занятие по душе. Например, в Центре творчества детей и молодёжи, где ежедневно на протяжении каникул устраивают детские площадки. Сегодня мастер-классы по современным танцам. На страничках подростков уже сотни фотографий с подписью «Как я провёл это лето, а дальше будет ещё лучше». Ведь школьные каникулы – это период отдыха, новых знакомств и ярких впечатлений. Галина Буро, Анатолий Бояренцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.